Добрый день! Доброго вам воскресного дня, дорогие во Христе, братья и сестры! В книге Исход, в 4 главе, есть такие слова «Сын мой, первенец Израиля». И сегодня в Священном Писании, на Божественной Литургии, нам предлагалась притча о винограднике. Суть этой притчи, которая содержится в 21 главе Евангелия от Матфея, следующей, что хозяин насадил виноградник и туда послал слуг для того, чтобы они охраняли, стерегли этот виноградник, возделывали его и вовремя отдавали плоды. Но когда пришло время отдавать плоды, и их не оказалось, то хозяин к виноградарам отправил своих слуг, которых они убили или избили. В конце концов, хозяин сказал, что отправлю сына моего единородного, может его устудяться. И когда виноградари увидели сына, то сказали сами в себе, пойдем убьем сына, завладеем наследством хозяина. И схватив, вывели вон из виноградника и убили. И Господь эту притчу рассказывал, беседуя с фарисеями, и спросил у них, что сделает хозяин с этими нерадивыми слугами. На что получил ответ, что, естественно, он их накажет. И тогда Господь Бог сказал, что неужели вы не читали псалтири, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа иезивно в очах наших. Тогда фарисеи и старейшины очень обиделись, потому что в этой притче Господь Бог, можно сказать, рассказал о судьбе еврейского народа. Ибо Господь, хозяин, избирает свой народ, свой виноградник, еврейский народ. И через своих верных рабов, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, он учит этих народ, учит единой истинной вере. Но Господь Бог сам обличает вот старейших и книжников, что сколько раз они были непослушны Господу Богу, сколько раз они избивали своих пророков. Здесь можно вспомнить примеры из жизни Ильи, который вынужден был скрываться в пустыне, Исаии, Иеремии, Иезекииля, Захарии. Всех этих пророков Ветхого Завета замучили кого-то и до смерти. И есть такие слова в книге пророка Исаии. «Что сотворю еще винограднику моему, и не сотворих ему». То есть для еврейского народа Господь Бог сделал все. В Священном Писании Ветхого Завета, по сути дела, Ветхий Завет – это история Бога избранного еврейского народа. Господь Бог избирает всех людей, чтобы из них родился будущий Мессия, Спаситель мира. Но мы видим, что очень часто евреи платят за это неблагодарностью. Это еще случилось, читаем книгу Исход, когда евреи выходили из Египта. Сколько раз они не слушали пророка Моисея, на величайшие чудеса, несмотря на величайшие чудеса, которые были явлены. Сколько раз даже сам Моисей падал ниц перед Господом и спрашивал Господи, что мне делать с ним народом. Конечно, эта притча – прямой намек на будущее страдания Христа. Вот Господь Бог пророчески предсказал, что сына хозяина, а это он имел в виду самого себя, сына Божьего, схватив, выведут из виноградника, то есть из Иерусалима и убьют. Так в скором времени и произошло. И с этого времени Царствие Божие после страданий Христовых было отнято у еврейского народа. Еврейский народ, он, можно сказать, потерял вот это свое богоизбранничество. Кто сейчас народ богоизбранный? Это мы, это христиане. Это те люди, которые крестились во имя Иисуса Христа. Недаром в Библии сказано, что уже нет ни иудея, ни язычника, ни эллина, но всяческая и во всем Христос. Но эта притча, дорогие братья и сестры, имеет непосредственное отношение и к нам. Она подразумевает, что милости Божии будут с нами лишь тогда, когда мы будем приносить добрые плоды. В крещении Господь Бог даровал нам свою божественную благодать. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что церковь – это столб и утверждение истины. И очень важно, чтобы мы были христианами не только на слове, но и на деле. Чтобы мы участвовали в богослужениях, участвовали в святых тайностях церкви. И мы видим, что множество примеров, святые угодники, Пресвятая Богородица дают нам пример вот этой ревности, вот этого доброго плода. Если мы с вами не будем хранить веру, то и нас отвернет Господь. Вот по этому поводу Алексей Ильич Осипов, профессор Московской Духовной Академии, замечает, что, к сожалению, одна из причин тех страшных событий и гонений на веру, которые последовали после 1917 года, это как раз-таки было мало верия. Он обращает внимание, что историки свидетельствуют, что как раз-таки начиная со второй половины 19 века, в начале 20 века, многие очень люди верили лишь внешне. То есть просто внешне исполняли религиозные праздники, участвовали в церковных процессиях, богослужениях, а внутри уже веры было мало, веры не оставалось. И часто сатана, заранив зерна гордости, неверия, в этом преуспел. Мы видим и другой пример. Это пример, в первую очередь, святых угодников, пример святых мучеников, которые страдали за Христа, как в 20 веке страдали за Христа, так и на протяжении всей истории церкви. И в наше время тоже есть мученики, которые страдают за исповедание имени Христова. Это, в частности, происходит, особенно в мусульманских странах. Да и в России тоже, когда были теченские войны. Можно привести один пример. Протерея Григория Дзеченко в его книге «Практическая симфония». Там сказано о том, что однажды царь, противник христианства, привлек одного епископа к ответу. Он заставлял его отреться от Христа, угрожая мучениями. Епископ в ответ сказал царю такую притчу. «Вот представь, что если бы твоего военачальника враги тайком окружили, словили, отвели в плен, избили, сняли у него всю одежду и затем отправили бы тебе, нагого и избитого, не принял бы ты его обратно, не наградил бы и не украсил бы его, пусть же прежнего, за то, что тот начальник остался тебе верен, не оказался предателем, не сдался врагам. Неужели ты думаешь, что Христос меня, которого ты градишься убить, вот снять с меня земную, так сказать, одежду, отнять земную жизнь, не наградит меня жизни вечной за то, что я останусь ему верен». И царя настолько удивили эти слова, что он отпустил епископа. Вот пример самопожертвования. Неизвестно, дорогие братья и сестры, сколько времени Господь Бог нам дарует еще вот такого спокойствия и благоденствия. Мы видим, что в мире и в наших ближних соседей ситуация нестабильная, ситуация напраженная. Поэтому будем молиться и ценить то время, которое мы проводим в Храме Божьем, будем с вами верными последователями Христа. Будем стараться сами и наших детей научить вере, сами подвизаться, укрепляться в вере православной, освящать нашу душу, освящать наши дома. Потому что будем помнить о том, что в первую очередь не то, что входит, оскверняя человека, а то, что исходит из уст, от наших рук, от наших сердец, то нас оскверняет. Посему, молясь Господу, будем стараться, чтобы из нас выходило только хорошее, чтобы мы с вами устами и делами служили Богу и нашему Отечеству. Спасибо вас всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok